Парочка интересных мыслей Благословен ты Господь Бог, наш Царь Вселенной, избравший нас из среды народа, федоровавший Тору, благословен Господь, дающий Тору. Амин. Значит, на этой неделе у нас глава Бешилах. Вы никогда не думали, почему праведники древности очень беспокоились о том, где будут находиться их кости и что с ними будет? Я очень часто слышал в современных проповедях фразы типа «Когда я уйду к Господу, мне все равно, что будет с моим телом». Или там фраза типа «Когда черви будут есть мою плоть, мне будет все равно». Вы знаете, праведникам древности почему-то было не все равно. Я не знаю почему, потому что, ну, может быть, они знали чего-то больше, что-то, чего не знаем мы. По идее, Писание говорит, царство Божие, плоть и кровь, царство Божьего не наследует. И, по идее, нам должно быть все равно, но им было не все равно. Может быть, они еще не знали о воскресении из мертвых. Хотя, с другой стороны, ну, это так, просто как тоже тема для размышления. Значит, прочитаю из недельной главы. «И было, когда пору отпустил народ, Бог не повел их по дороге земли филистимской, ибо близка она, потому что Бог сказал, может быть, народ передумает при виде войны и возвратится в Египет. И обвел Бог народ дорогою пустынную к Ямсуфу. И вышли сыны Израилевы вооруженными из земли египетской. И взял Моше кости Иосифа с собой, ибо клятвую заклял тот сынов Израилевых, сказав, «Несомненно, вспомнит Бог о вас, вынесете же кости мои отсюда с собою». Интересные наблюдения вот из этого отрывка. Когда фараон отпустил народ, Бог не повел их короткой дорогой. И вы знаете, сейчас вот как отец я тоже иногда размышляю над таким вопросом, почему не сделать, скажем, Богу так, чтобы у ребенка не было коликов, чтобы он себе не плакал, чтобы родители при этом испытывали комфорт, чтобы все было нормально. Вы знаете, когда мне приходилось ночами пытаться укачать свою дочь, когда вот она разрывалась буквально от вот этих вот слез, от этих криков, и мое сердце отцовское при этом разрывалось, у меня даже были такие кощунственные вопросы и претензии к Богу. «Если ты не можешь ее избавить от боли, то какой же ты Бог?» Это было ночью. Утром, когда я шел на работу, я просил у Бога прощения за эти слова. Значит, когда следующую ночь это повторялось, у меня опять те же самые вопросы и претензии. Знаете, человеческой натуре свойственно забывать о том, что Бог делает в нашей жизни. И как-то мы легче вроде бы как ладим с Богом тогда, когда у нас все хорошо, но когда у нас все плохо, мы почему-то ведем себя совершенно по-другому. Но вы знаете, вот что я увидел из этого отрывка? Бог действительно знает, что для нас лучше. И поэтому, вот обратите внимание, вот как сказано в одном из псалмов, что Бог явил пути свои Моисею, а народу Израиля Он явил дела свои. И это немножечко разные вещи. Смотрите, как тут сказано. «Бог не повел их по дороге земле филистимской, ибо близка она». То есть, потому что она была короткая, потому Он и не повел. То есть, для Израиля было лучше пройти более длинной дорогой. И дальше, потому что Бог сказал, может быть, народ передумает при виде войны и возвратится в Египет. То есть, Бог четко понимает, что возвращение в Египет – это хуже, чем идти длинной дорогой. И вы знаете, на пути каждого из нас периодически встают какие-то проблемы, какие-то задачи, которые нам приходится решать. И мы можем опустить руки и вернуться в то состояние, в котором Бог нас пробудил и сказал «Встань и иди сделай что-то». Но опустив руки, мы остаемся в этом состоянии, и это состояние не лучшее для нас. Потому что, знаете, написано «Встань, спящий, воскресни из мертвых и осветить тебя в машеях». То есть, для нас лучше просыпаться, для нас лучше идти и что-то делать, чем продолжать спать и не делать ничего. И интересно, что вот из контекста видно, что Бог сказал, вот фраза какая «Может быть, народ передумает при виде войны». Очевидно, что Бог сказал это не народу. Очевидно, что Бог сказал это именно маше. То есть, интересно, что у Бога был диалог с маше в процессе всех вот этих вот событий. И диалог тоже достаточно такой интересный. Вот я, читая эту недельную главу, увидел, по крайней мере, два эпизода, где сначала маше говорит, что произойдет, а потом Бог говорит, вот именно тоже, как бы повторяя ситуацию и предрекая, вот, и говоря уже Моисею, что сделать. Но интересный момент, вот сейчас я просто хочу прочитать, чтобы более подробно вот эту вот идею осветить. «И двинулись они из Суккота, расположились станом в Айтаме на краю пустыни. А Господь шел перед ними днем в столпе облачном, чтобы вести их по пути, а ночью в столпе огненном, чтобы светить им, дабы идти днем и ночью. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от народа». То есть Господь постоянно пребывал с ними. «И сказал Господь Моше так, скажи сынам Исраэлевым, чтобы они возвратились и расположились станом перед Пиахеротом, между Мигдолом и морем, перед Баалцифоном. Напротив него расположитесь у моря. И скажет Паро о сынах Исраэлевых, они запутались с землей этой, заперла их пустыня. «А я ожесточу сердце Паро, и он погонится за ними, и прославлю себя через Паро и через все войско. И познает египтяне, что я Господь». И сделали они так. «И возвещено было египетскому царю, что народ бежал. И обратилось сердце Паро и рабов его на народ. И они сказали, что это мы сделали, что отпустили Исраэль от служения нам. И запряг он колесницу свою, и народ свой взял с собой. И взяли 600 колесниц отборных». То есть смотрите, не абы каких, а отборных. «Все колесницы египетские, и начальников над всеми ними. И ожесточил Господь сердце Паро, царя египетского. И он погнался за сынами Исраэлевыми. А сыны Исраэлевы уходили под рукою Высокой. И погнались египтяне за ними, и настигли их расположившись у моря. Все кони с колесницами Паро и всадники его, и войско его. У Пи Ахирота пред Баалцифоном. И Пару приблизился, и сыны Исраэлевы подняли глаза свои, и вот, египтяне двигаются за ними. И весьма устрашились, и возопили сыны Исраэлевы Господу. И сказали, «Маше, разве недостаточно могил в Египте, что ты взял нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта?» Это вот ситуация, вот как я ночью претензии предъявлял Богу, да, а утром, когда все уже было нормально, вспоминал. Только вышли из Египта, Господь явил свою мощь, свою силу. Совсем немного времени прошло, и уже народ забывает о делах великих Господа. «Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, отстань от нас, и будем мы работать на египтян? Ибо лучше нам служить египтянам, нежели умереть в пустыне». То есть, смотрите, в час трудностей еврейский народ думает, что лучше было бы оставаться в Египте. А в начале этой главы мы видим, что думает Бог по этому поводу, что лучше евреям не возвращаться в Египет. «И сказал Маше народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господня, которое Он сделает вам ныне. Ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет воевать за вас, а вы молчите». Интересно, что Господь по этому поводу, вот в этой ситуации, Он только сказал, что им нужно сделать, не говоря о подробностях. То есть, им нужно было прийти, расположиться в одном месте, стоять, ждать, что Бог сделает. Разве рассказывал Он Маше о подробностях? Нет. Но Маше сам уже выдает какие-то подробности, о которых Господь ему не говорил. То есть, Господь будет воевать за вас, вы молчите. Он, значит, египтян, которых видите ныне, более не увидите вовеки. То есть, по идее, Бог мог решить вопрос так, чтобы египтяне остались живы, но познали, что Господь есть Бог. Правильно? Маше же, он, скажем так, ну, я не знаю, как это назвать, сужает ли рамки, сужает ли свободу Бога, напрягает ли Бога, чтобы вот Бог поступил именно так, как сказал Маше? Потому что пока Маше этого не сказал, вариантов было множество. Правильно? Но когда Маше это сказал, хотя Господь ему об этом не говорил, получается, что Маше вроде бы как своими словами уже сузил рамки действий Бога. И Бог уже должен сделать так, чтобы этих египтян уже никогда не увидеть. То есть, они уже должны обязательно погибнуть. «И сказал Господь Маше, что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Исраэлевым, чтобы они двинулись, а ты подними посох твой, простри руку твою на море и рассеки его, и пройдут сыны Исраэлевы среди моря по суше. Я же вот ожесточу сердце египтян, они пойдут за ними, и я прославлюсь через Паро и через все войско его, через колесницы его, через садников его». Тоже интересная мысль. Бог говорит, что он прославится через Паро, через фараоны, через все войско его. Чаще всего, когда мы говорим о том, что Бог прославляется, мы говорим о том, что имеем в виду, что Бог прославляется через исцеление, через благословение, через решение какой-то ситуации, то есть через благо праведника. Правильно? А здесь получается, что через смерть нечестивого Бог тоже прославляется, являя тем самым свой суд. «И двинулся ангел Божий, шедший пред станами сраэлевыми, пошел среди них. Двинулся столб облачный, отлицая их, и стал позади них. И вошел он между станами египетскими, станами сраэльскими, было облако и мрак, и осветил ночь. И не сблизились один с другим во всю ночь, и простер, машая руку свою на море, и отводил Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушу, и раступились воды. И пошли сенаэсраэлевы внутри моря по суше, а воды были им стеною, справа и слева. И погнались египтяне, и вошли за ними все кони поро, колесницы его, всадники его, в середину моря. И вот в утреннюю стражу воззрел Господь на стан египетский в столбе огненном и облачном, и привел в замешательство стан египтян, и отнял колеса с колесниц их, так что они влекли их с трудом. И сказали египтяне, убежим от исраильтян, потому что Господь воюет за них с египтянами. Смотрите, эта глава вообще изобилует чудесами. Во-первых, море раступилось. Причем это не так, как вот некоторые ученые, пытаясь объяснить вот эту вот интересную ситуацию, это историческое событие. Говорят, что там был отлив, что там просто стало мелко, там было такое, как брод. Реально написано, что вот стояла стена с одной стороны, стена с другой, и народ шел между двумя водяными стенами. Это реальное чудо. Помимо этого, смотрите, египтяне на тот момент были, это была достаточно мощная цивилизация, и достаточно мощная. То есть они были искусны в своем военном деле. И колесницы отборные, это, можно сказать, самые передовые военные технологии. И были они в самом лучшем состоянии. Эти колесницы именно взяли египтяне с собой. Но Господь совершил чудо, что вдруг у всех колесниц одновременно поотваливались колеса. Можете себе это представить? И уже на этот момент у египтян не возникало никаких сомнений, что лучше дальше евреев не трогать, лучше их оставить в покое. И они уже пытались даже убежать. Но не тут-то было. Моисей же сказал, что они должны погибнуть. Значит, они должны погибнуть. Может быть, в намерение самого Господа и не входило изначально убивать. Но раз Моисей сказал, ну это мое размышление. Значит, и сказал Моше, Господь Моше, простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их. И простер Моше руку свою на море, и возвратилось море при наступлении утра к природной своей силе. То есть, смотрите, еще одно подтверждение, что это чудо с раздвижением моря было сверхъестественным, сверхприродным. Потому что, вернувшись к своей природной силе, вода заняла свое естественное положение. И египтяне бежали ему навстречу. То есть, я себе представляю, вот этот вот проход в море, евреи выходят с одной стороны, а с другой стороны море уже начинает схлестываться. И египтяне еще бегут навстречу, как бы навстречу вот этим вот смыкающимся волнам. Но это вообще, картина себе представит такую, вот если бы снять фильм такой, чтобы хоть как-то так примерно представить. Зрелище на самом деле ужасающее. «И опрокинул Господь египтян среди моря. И возвратилась вода, и покрыла колесницы и всадников всего войска, порой вышедших за ними в море. Не осталось из них ни одного. А саны Исраилевы шли по суше среди моря. И воды были им стеной справа и слева. То есть египтяне уже в своей части этого коридора потонули, а евреи еще шли. Ну, то есть это не был просто вот как туннель такой, знаете. Ну, это вообще получается, что вот часть туннеля уже была залита водой, но пока евреи находились в этом водяном коридоре, пока они шли, вода эту часть не закрывала. Ну, то есть, ну, понимаете, что это, ну, явно, явное чудо. «И избавил Господь в тот день Исраиля от руки египтян, и увидел Исраиль египтян мертвыми на берегу моря, и увидел Исраиль силу великую, которую явил Господь над египтянами, и благоговел народ пред Господом, и поверили в Господа и в Маше Рбаева». Это то, что произошло, а чуть позже еще там Бог являл чудеса разные всякие. Вот немножечко по поводу чудес. Так, сейчас, секунду, я просто одну мысль не закончил. Значит, по поводу чудес. Значит, в этой главе рассказывается о чуде с раздвижением моря, о том, что у колесниц отвалились колеса. Дальше рассказывается о том, как Бог сделал горькую воду сладкой, чтобы ее можно было пить. О том, как Господь высек через Моисея воду из скалы. Значит, о том, как Он накормил мясом. О том, как манна начала высыпаться по утрам. Причем, интересное свойство у этой манны было, что ее высыпалось, в принципе, достаточно. И человек, который пытался сохранить себе ее на следующий день, то есть набрать ее побольше, на следующий день в ней заводились черви, она воняла. Но если человек собирал двойную порцию в пятницу, то на субботу, аж до воскресенья, по сути, до первого дня недели, она не теряла своих свойств, и черви не заводились. То есть, опять же, продукт сверхъестественного происхождения. И вот все вот эти чудеса, когда начинаешь размышлять над этим, я сегодня просто читал тоже одну статью, как комментарий к этой недельной главе, и там как раз об этом говорилось. Вы знаете, ученые, в принципе, придерживаются такой точки зрения, что любое чудо, оно в принципе возможно. То есть, любое абсолютно чудо, это не есть что-то сверхъестественное, поскольку любое событие, оно имеет очень-очень малую вероятность. Но так как оно имеет очень-очень малую вероятность, значит, в принципе, оно возможно. То есть, вот взять, к примеру, то же чудо вот с этими водными стенами. Ведь, в принципе, вода – это скопление молекул, которые движутся хаотически в разных направлениях, но при всем при этом, они находятся, это движение, оно находится в определенных рамках. Значит, и теоретически возможно, что вдруг, по какой-то причине, эти молекулы вдруг начинают все двигаться в одном направлении. Вот вам, пожалуйста, водная стена, которая сдерживает море. То есть, теоретически, любое чудо имеет вероятность, и стало быть, оно может произойти, не нарушая законов природы, которые существуют, которые Господь, в принципе, и сотворил. Значит, и тоже там, короче, была такая длинная цепочка размышлений, которую сейчас я просто-напросто не смогу передать вам, поскольку я не сам все до конца понял. Но мне понравился вывод такой вот интересный, что когда Бог управляет миром, он, в принципе, знаете, вот есть высказывание такое, «Все предопределено, но свобода выбора остается». Значит, для того, чтобы у Бога была возможность совершить какое-то чудо в жизни человека, необходимо, чтобы этот человек дал Богу максимальную возможность выбора. То есть, вот то, что сделал Моисей, сузив возможность выбора Бога, это, в принципе, как мы видим, это реальная, допустимая ситуация. Но чем меньше мы себе сами прогнозируем, как Бог будет решать нашу проблему, тем больше у Бога возможности совершить чудо в нашей ситуации. И поэтому я вам скажу из своего личного опыта, я знаю, что когда возникает проблема, включается человеческий разум, который пытается прикинуть, а как же Бог это решит. И ладно, если мы вот только размышляем об этом, но когда мы начинаем предпринимать какие-то конкретные действия, учитывая то, что Бог взаимодействует с нами, Он не просто... Мы видим из истории с Моисеем, что Бог, Он именно взаимодействует. То есть, Моисей может выдвигать какие-то аргументы, Бог может менять свои решения на основании каких-то действий или каких-то слов Моисея. То есть, представляете, Бог может поменять свои планы ради человека, Бог может поменять планы человека ради своих планов. Понимаете? И вот выводы, к которым приходят ученые, я так полагаю, что ученые верующие, потому что выводы, учитывающие существование Бога и Его суверенность, значит, выводы из этих размышлений, что чем меньше мы двигаемся в направлении решения какой-то ситуации, предоставляя место Богу, тем больше у Бога возможности решить нашу ситуацию. И тем больше у Него возможности видеть вот это вот чудо. И получается, что, ну, Писание не зря говорит, не полагайся на разум свой, но всем сердцем полагайся на Господа. И Господь совершит. И еще один интересный момент. Значит, поскольку человек может высказать какое-то предположение, значит, Бог может либо согласиться с этим предположением и исполнить, и мы видим, что многие вещи, которые высказывались праведниками, и они исполнялись. С другой стороны, есть место, где говорится, что народы замышляют тщетно, и Бог посмеется над ними. Бог посмеется над нечестивыми. И интересно, что очень много исторических таких вот событий, мы знаем, ну, один из них очень такой действительно прикольный, слышали, наверное, был такой Вольтер, там, философ. Значит, он когда-то сказал, что Библия – это устаревшая книга, что через сто лет ее уже никто читать не будет. Так Бог посмеялся над ним. Ровно через сто лет после, то есть в день ста летней годовщины смерти Вольтера в его собственном доме, на его собственном печатном станке запустили очередной тираж Библии. Бог посмеялся над этим человеком. То есть, что получается, что мы можем что-то провозглашать, и Бог либо говорит «Аминь», и это происходит, либо Он смеется над нашими словами и делает так, чтобы этого не произошло наверняка. То есть, ну, кому хочется строить планы, а Бога увидеть в противниках этим планам. То есть, вот, вывод интересный был вот из всей вот этой цепочки размышлений, что вот помимо того, что Богу нужно предоставлять максимум возможностей, чтобы Он мог совершить чудо, еще очень важный момент, для того, чтобы наши планы и наши провозглашения действительно исполнились, нужно быть действительно праведником, чтобы провозглашать Его волю. Знаете, как написано, вот Ишуа говорит «Вижу Отца делающим, и я делаю». То есть, Ишуа, Он никогда не делал ничего по своей воле. Для того, чтобы действительно быть успешным в этой жизни, необходимо знать Бога, иметь с Ним близкие личные отношения, знать, что Он собирается делать. И тогда, когда человек произносит что-то в свою жизнь, это будет действительно иметь силу, потому что это не просто взятое из воздуха, это основано на Слове Божьем, на воле Божьей. Потому что я, еще будучи новообращенным, слышу очень интересные фразы. Стоим мы после служения на остановке, ждем троллейбуса. Я знаю, брату нужен восьмой. Он говорит «Я верю, сейчас придет восьмой троллейбус». Почему-то приходит первый. Я говорю «Где вера твоя, брат?» На чем она основана? Мне было сложно понять на тот момент, на каком основании человек такие вещи провозглашает. А это связано с тем, что, к сожалению, существует такое неверное учение, не основанное на Библии, что если вы будете верить и провозглашать, это обязательно исполнится. Но, извините, практика показывает, что исполняется только то, что угодно Господу. А для того, чтобы мы не пустословили, необходимо знать Господа, необходимо знать Его Слово, Его волю, чтобы провозглашать то, что в Его сердце. И тогда мы действительно можем сказать, что «Я в едином духе с самим Господом, я вижу Отца делающим, и я делаю». И это будет действительно иметь успех в этой жизни. Благословение. Субтитры создавал DimaTorzok